Демографическая катастрофа В этом году население нашей страны было 148,5 миллионов человек. А уже в 2009-м осталось только 142 миллиона 700 тысяч человек. Страна потеряла 5 миллионов 800 тысяч человек, по данным Росстата. Вы только вдумайтесь, за 16 лет наша страна потеряла почти 6 миллионов человек. Это больше, чем население Ивановской, Владимирской и Нижегородской областей вместе взятых. Вы можете себе представить вымерший Нижний Новгород или Владимир? А это уже случилось. Сегодня. Сейчас. Такими темпами наш народ неизбежно вымрет. Наше государство давно отделено от народа, но даже оно уже не может закрывать глаза на эти проблемы. Людей, кроме того, не обманешь. Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Были неоднократные попытки остановить эту катастрофу. Были даже некоторые успехи. Но точечные законы не способны изменить систему в целом. Это лишь попытки залатать давно прогнившее полотно. Латаешь в одном месте, сразу рвется в другом. Реальные доходы населения падают, а вместе с тем растет и число людей за чертой бедности. И в первую очередь среди многодетных семей. По статистике, почти половина многодетных семей стоят на пороге или уже за чертой бедности. И эта тенденция неуклонно растет по всей стране. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно. Оно вообще за 25 лет не удосуживалось даже сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес делал в стране. А он страну отстроил. Он восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия. Он вернул зарплату людям. Но только ли государство виновато в сложившейся ситуации? Ведь и каждый из нас – часть этой системы. Мы сами, находясь в ней, ее создаем. Сегодня мы живем в мире, где главной ценностью для нас стали деньги. За деньги мы готовы работать, предавать, обманывать, воровать и даже убивать. Другие люди для нас стали препятствием или средством в достижении вожделенного богатства. Они другие, чужие, не свои. Мы запросто несем их нужды на алтарь собственных интересов, не понимая, что проталкивая свое чадо вне очереди, мы плюем на ребенка-соседа. Мы сами помогаем системе взращивать того, кто уже завтра будет ждать нашего ребенка в подворотне с ножом или продавать ему наркотики. Отражают запросы и ожидания граждан стран. Национальные проекты построены вокруг человека ради достижения нового качества жизни для всех поколений. Совсем недавно, каких-то 30 лет назад, дети в школах получали бесплатные учебники, бесплатную форму, а многодетное – бесплатное питание и проезд. Строили дворцы пионеров, где дети могли получить большой спектр дополнительных знаний и умений. Повсеместно стояли музыкальные школы, было огромное количество разнообразных бесплатных секций. В высших учебных заведениях предоставляли общежития, а стипендий хватало на полноценную, пусть и скромную жизнь. Все дороги были открыты перед подрастающим поколением. В той системе люди не боялись заходить в темные подворотни. Так что же с нами случилось? В какой момент мы начали плевать на благополучие наших детей и нашего общества? Плевать на наше будущее? В повседневности мы надеваем шоры на глаза, стараясь не замечать того, что происходит рядом с нами. А когда сталкиваемся с этим лично, пытаемся откупиться или убежать. Герой нашего фильма – из города Нижний Новгород. Одна из многодетных семей живет в самом центре Нижнего. Напротив ее дома – элитный жилой комплекс с огороженной территорией стоимостью 125 тысяч рублей за квадратный метр и припаркованными мерседесами. Для водителей и пассажиров мерседеса дома-напротив не существует. Так же, как и для властимущих не существует дома-напротив, в котором живет вся страна. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Вот, в общем, в таких ужасных условиях мы живем. Все, обои ужасно. Потому что здесь как бы нету ничего условий хороших, в основном холодная вода и все, если есть. Газ? Газа нету выключить. Нет газа? Да, электропульта маленькая. Познакомьте нас со своими ребятами. Ну, всем здравствуйте, во-первых. Это Алена, ребенок-инвалид. У нее поражение головного мозга, она плохо говорит. Вот, еще чуть-чуть аунтизм есть. Привет! Да, вот она, какая. Да. В общем, ребенок все время погузников. Вот, очень много страхов. В общем, живет в своем мире. Ну, стеснительный. Какой зал? Чабор. Садик ходишь? Хожу. Вот, вот мой третий сын Сами. Он вот тоже очень стеснительный, тоже ходит с ним в садик. Вот, вот четвертый сын Сабор. Так, вот тоже, не знаю, дадут нам инвалидность или нет. Надо сейчас МР, ну, голову проверить, потому что у него очередное давление, износ часто крови, тоже что-то нет. Вот, последний мой сын, хулиган Дани. Только начал ходить. Сейчас, к сожалению, ну, может даже не к сожалению, заболели ветрянкой. Да, весь зеленком. Они тоже недавно все переболели. Все новогодние праздники были дома. В чем провинились эти дети? В том, что их бросил отец? Или в том, что их дед выгнал из дома? Какое будущее их ждет в нынешней системе общественно-экономических отношений? А какое было бы возможно? Каждый родитель, воспитывая ребенка, пытается дать ему больше, чем когда-то было у него самого. Каждый хочет, чтобы ребенок достигал все новых и новых вершин. Был всесторонне развит и занял достойное место в обществе. Здравствуйте, Ваня. Как тебя зовут? Кира. Сколько тебе идет? Кли. Где моя кнопка? Какие у тебя, братья и сестры, скажи, пожалуйста. Тебя так зовут? Саша. Это Иван. Старший из наших двойняшек. Вот. Нам будет 25 января два года. Такие вот мы уже большие, самостоятельные. Анастасия младшая из двойняшек. Родились мы с разницей в 7 минут. Вот. Анастасия? Иван. Анастасия младшая. Вот немножко подбитые. Где-то уже успели подбить глазик. Это у нас Кирочка. Сразу немножко. Наша трехлетняя звездочка. Болтает она, в принципе, самостоятельно. Ну, заметили. Ну, ты расскажешь, чем ты занимаешься? Я занимаюсь с ребятками. С ребятками. Где с ребятками занимаешься? На столе. Это у нас, наверное, любимица всех. Потому что эту звездочку действительно обожает всех. Это у нас Варвара. Второй класс. Мы учимся. Восемь лет нам. В садике... Занимались вокалом. Закончила вокальную студию. Да, имеем много грамот. Участвовали во множестве конкурсов. Вот такие активисты. Ну, вот в школе, в силу того, что у нас вокальная секция работает непонятно, как то работает, то не работает, но как-то у нас не получается. Потому что это единственная в районе бесплатная секция, как бы, как-то, ну, как доп. занятие. А возить куда-то платное, ну, это нереально с ними. Просто разрыв. И даже после обеденной пробки, чтобы уехать отсюда из района и вернуться сюда. Это как минимум надо только часа четыре на дорогу туда-обратно. Ну, так-то я в школе занимаюсь вокалом тоже, потому что моя учительница по музыке, она тоже вокалом учит меня вокалу. Мы поем разные песни. Александр, 7 лет, вот нам будущий год идем в первый класс. Ребенок таковой, который собирает каждую мелочь, все складывает по сумочкам, по пакетикам куда-то. Ну, вот такие вот мы, это, с детства у нас эта ситуация, мы, нас в садике долго, знаете, ругали, что мы там таскаем всякие чемоданчики всякие. А если, не дай бог, он что-то забудет где-нибудь из этого чемоданчика, он ведь все помнит до мелочи, до каждой крышечки, да, и что у него там лежит. Самый старший, да, Сергей у нас, 6 класс. Мамин главный помощник. Дочка. Дочка, 15 лет. Ну, в силу того, что, да, уже взрослая, большая, ей с нами тяжело. Она, и в силу того, что программа тяжелая, и занятия, и все остальное, как бы, ну, ей здесь заниматься, у нас вот проблема с этим это заниматься, а ей готовится сейчас к ЕГЭ, и вся эта ситуация, ну, пока находимся у бабушки. Ну, не знаю, я вообще думаю, что у меня дочка пойдет учиться, правда, мы еще пока не определились, на что мы пойдем учиться, но думаю, что старт у нее есть, достаточно хороший. После Нового года она уже, как бы, хотела попробовать себя в роли преподавателя в танцевальной студии. У меня дочери 4 года будет, одному из детей, так сказать, она хочет уже попробовать набрать самостоятельно, и педагог ей идет навстречу, как бы, чтобы попробовать, как бы, преподавать в танцевальной студии. Какие-то есть уже предпосылки для младших детей, какие-то увлечения у них, вы видите, у них какие-то таланты? Ну, смотря у каких, зависит от того, что наблюдаем пока еще, вот у младшего ребенка, у одного из них, так сказать, которому 10 лет на сегодняшний день, у него есть тяга к робототехнике, к конструированию. Я думаю, что из него получится неплохой, так сказать, технолог в строительстве всяческих протезов, роботов. Ну, там, скорее всего, политех будет. У второго ребенка, постарше которому 12-13 лет, он, скорее всего, пойдет куда-нибудь в коммерческий отдел, потому что у него уже сейчас есть тяго и стремление к продажам, покупкам и так далее. У младшего вот Максима пока еще не могу сказать, он еще пока в поисках себя, но думаю, куда-нибудь тут тоже определиться. Василиса любит танцевать. И сколько бы мама из этой семьи не вкладывала себя в воспитание детей, она все равно не сможет обеспечить посещение всех необходимых секций или школы для полного раскрытия их потенциала. Как бы она ни старалась, все будет разбиваться о пустой кошелек. Из чего больше состоит рацион питания домочадцев? Ну, вообще, конечно, всегда первое-второе, но в силу того, что бывает, когда день занят, где-то ты пробегаешь, то готовится что-то на скорую руку, типа макарон с сосисками, что-то такое, чтобы быстренько накормить всех и побежать дальше. Ну, к чему, наверное, сегодня мы и прибегнем, потому что день прошел, а ужином накормить всех надо. Что является критерием при выборе продуктов? Ну, при выборе продуктов, наверное, во-первых, всегда уже берем проверенное, то, что все-таки более или менее съестное, потому что в силу того, что бывает, возьмешь и дорогие какие-то продукты, а их в рот не вломишь, и к тому, что все-таки дети больше любят, потому что как-то накормить надо всех, а не всегда все все едят. Вот, поэтому в этом плане нет. То есть вы еще стараетесь соблюдать какие-то предпочтения, да? Да, конечно, потому что, ну, у всех вкусы разные, вроде бы как бы одна семья, дети разные, и вкусы у всех разные. Кто-то любит одно, кто-то любит другое. Ну, в принципе, как говорится, от стандартного, наверное, тех же макарон с сыром или сосисками никто никогда не отказывался, поэтому, вроде бы, в этом плане мы справляемся. Сорбенки, которые дети любят, и мамы не против, то есть сколько у нас получилось? 267 рублей. Где-то просто дома подрабатываю в силу того, что, да, пусть нет, как бы, сертификата, но я являюсь мастером маникюра, педикюра, то есть, как бы, имеется в доме свой кабинетик, где я могу закрыться и спокойно работать. Вот, как бы, да, переоборудована лоджия, действительно, под кабинет, стол, стулья, все, то есть, как бы, все для удобства, для работы. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Максимальный объем денежных средств, которые вы можете заработать за месяц. Заработать реально, ну, в пределах до 30 тысяч. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это, кстати. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Когда шла прямая линия по поводу вот как раз пособий на третьего и последующих детей, она шла с министром соцполитики Гнеушевым. Он рассказывал, что они платят на всех детей пособий, вводя народ специально в заблуждение, обходя и специально вводя заблуждение людей. При этом он обещал обеспечить многодетных мам работой, которые дозвонились на телевидение. При личном визите они рассказывали о том, что положено семьям, имеющим единственное жилье в многодетном, ремонт. Но по факту этого ничего нет. Здравствуйте. Дякую, Валерина Владимировна. Мама семерых детей нашего региона. Вот продолжение темы, вот пособия именно до трех лет, которые нас очень сильно всех интересуют. Пожалуйста, вопрос. Ситуация в том, что вот было сказано, что как бы с теми, где вот действительно детка с полутора до трех лет, без предоставления мест в садике, учитывая, вот, допустим, взять наш район, сейчас встает ситуация, потому что у нас большинство ясеных групп действительно ликвидировали. Вот. И как бы, ну, встал вопрос о том, что вот это пособие, так как получалось на пятого ребенка, на шестого и седьмого, на двойнячек, я уже его не получаю. Детей воспитываю одна. Из-за того, что, ну, там, бывают у нас такие недобросовестные папы. Понятно. Какие меры поддержки в таком случае может предложить правительство, как я понимаю, да, вопрос? И почему пособия не на всех детей, видимо, платят? Может быть, Андрей Карачков? Здесь нужно просто уточнить возраст детей, потому что, ну, ни один ребенок без внимания не остается, естественно. Все пособия, они выплачиваются на каждого ребенка. Здесь мы готовы уточнить в индивидуальном порядке, потому что все-таки каждая многодетная семья, она на особом учете стоит. И мы, естественно, силами не только Министерства соцполитики, но и силами Министерства образования, Министерства здравоохранения по каждой семье подходим индивидуально. Если необходима какая-то дополнительная помощь, естественно, в том числе и соцпомощь, мы, безусловно, ее окажем. Здесь необходимо нам разобраться, конечно. Давайте сделаем проще. Если контактный телефон зрительницы остался, то мы передадим вам для того, чтобы вы могли уже пообщаться лично. Да, и всю необходимую помощь окажем. Отлично. Пособий по логике у нас много в Нижегородской области по количеству. А по суммам оно, извините, ни о чем. Фактически пособие на ребенка, обычного, вот обычного ребенка, не из многодетной семьи, а самого обычного, составляет 100 рублей, у которых есть мама и папа, если семья признана малоимущей. Если семья не признана малоимущей, естественно, им и 100 рублей не получат. Если ребенок одинокая мама, то они выплачивают 200 рублей. Причем и эти деньги семья получает один раз в квартал общей суммой. Все остальное время нет. Питание на детей, которое бесплатно, льготная выплата, она полагается не то, что многодетным семьям, она полагается малоимущим семьям. Всем малоимущим семьям. Как таковое, как раньше было до этого пару лет назад, то, что питание многодетной семье выплачивали независимо от дохода, то теперь они привязали к статусу малоимущности, фактически убрав статус многодетной семьи. У многодетной семьи осталось из всех льгот, вот из всех, единственное, по-моему, льгот и едыка. Ну, проезд еще, вот то, что они компенсируют проезд. Все остальное фактически убрано, ну, да, проезд школьников. А выплаты, которые, вот они рассчитывают, семья опять и более детей, полторы тысячи в квартал. На семью, не на ребенка, на семью. Льгота, которая, вроде как, дети одинокой мамы 300 рублей, да, на ребенка одинокой матери. Но это тоже, как бы, к многодетным не имеет вообще никакого отношения, как таковое. Но там есть еще одно пособие интересное, которое звучит таким образом, что одиноким многодетным мамам, ну, семьям с четырьмя и более детьми, они доплачивают 300 рублей в квартал на каждого ребенка. А еще 50 рублей в месяц. Вот если у семьи, у многодетной, пятеро детей, там, или четверо, то они будут получать 200 рублей ежемесячно в качестве доплаты на питание. От этих вот 50 рублей прям великолепные. Вот это пособие от полутора до трех лет, это по всей России действительно так. Это по всей России действительно оно такое пособие, вот 50 рублей от полутора до трех лет платят. Ну, вы, возможно, интересовались, чем они аргументируют такую сумму? Ну, эта сумма еще была заложена в советские времена, и с советских времен она ни разу не индексировалась. Просто, да, просто. Они очень много уже и очень долго по этому поводу говорят, что как бы надо бы это повысить, но до дела пока как бы не дошло. Ну, повышать пока что конденсив. Что такое государство? У государства есть обязанность. Конституция Российской Федерации, глава 1, статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства. Есть налогоплательщики, народ, компании, и есть госкомпании, получающие прибыль в пользу государства. Все эти деньги поступают в казну, а государство, в свою очередь, должно распределять их на здравоохранение, содержание армии, образование, органы правопорядка, создание инфраструктуры, органы соцзащиты, пенсионный фонд и так далее, для того, чтобы права и свободы граждан соблюдались и были защищены. И в первую очередь тех, кто в этом больше всего нуждается. Какие же права должно защищать государство? Именно народ содержит государство и все структуры, потому что именно он платит налоги, напрямую или косвенно, НДС или акцизы, приобретая конечный продукт. Именно на деньги народа и были приобретены госкомпании, зарабатывающие прибыль в пользу государства. Именно народ обеспечивает своим трудом прибыль и работу всех предприятий. Мы содержим государство. Да какие же права оно должно защищать? Право на труд. Статья 37 Конституции Российской Федерации. Защита семьи, материнства и детства. Статья 38. Социальное обеспечение для воспитания детей. Статья 39 Конституции. Право на жилище. Малоимущим и нуждающимся оно должно предоставляться бесплатно или за доступную плату. Статья 40 Конституции. Право на бесплатную медицину каждому. Статья 41. Право на бесплатное общедоступное образование. Статья 43 Конституции РФ. И в первую очередь государство должно помогать тем, кто больше всего в этом нуждается, кто меньше всего защищен. Инвалиды, пенсионеры, дети. Так должно быть. Но что же мы имеем по факту? Электронная очередь есть, но фактически по ней попасть не очень много. Куда можно? В поликлинике записаться это проблематично, потому что запись идет через две недели, грубо говоря, недели-две вперед. Ты не успеваешь, грубо говоря, записаться. Потому что через две недели ты не знаешь, что у тебя будет в этот день конкретно. Придя по электронной записи, это еще не говорит, что ты попадешь именно в это время, на которое ты записался. Двоих-трих детей записать невозможно сразу. Ну, возможно, если ты попал первым на запись. У нас убрали коту за садик. То есть, если раньше мы платили 50% за садик, и плюс какая-то часть нам компенсировалась. Сейчас нам в году полностью убрали, мы платим 100%. Конечно, компенсируют они нам, как многоодетным, в случае, если ходят третий, четвертый, последующие дети в размере 100%, но это, опять же, компенсируется раз в квартал и компенсируется частями. То есть, изначально присылают город в 30%, потом остальные 70% присылают в область. Есть такая вещь, как для многодетных семей, где мамы одинокие, там еще какие-то. Есть у нашего государства такой вид помощи, как лагерь. Чтобы его получить, каждая мама должна написать заявление с 10 августа по 10 сентября. Для этого она должна прийти в МФЦ в этот период времени со всеми документами, собрать массу бумажек. Это выписки из школы, из ДУКа, отовсюду, с работы. Отовсюду просто собрать кучу бумаг, в том числе справку медицинскую о том, что дети имеют такие-то заболевания, что им положено санаторное лечение, лагерь, еще что-то. И вот с этими документами прийти и постоять в общей очереди. Сколько занимает забрать документы? Ну, забрать документы не так много займет времени. А вот, к сожалению, постоять в очереди, причем в МФЦ ходят обедать, еще куда-то. Там сейчас все оформляют. Начиная от паспортов, прописки ребенка, выписки, документы на квартиру, все. Вот все там оформляет, и одна живая очередь по номерочкам. Ну, материнский капитал, действительно, он сдается за второго ребенка. Я получала в свое время, так как этот закон в 2007 году, я получала в 2010 за третьего ребенка этот федеральный капитал. Ну, как он мне помог? В первое время мы оплачивались, молодецкий сад, для меня было это действительно очень удобно и комфортно. В силу того, что я заключала договор с садиком, они мне делали расчет годовой оплаты, я за год оплачивала, и была спокойна, что у меня дети спокойно ходят в садик, и вы не придете дергаться с этими квитациями и так далее. Мне это было очень удобно. Но год назад у нас наше местное законодательное собрание решило, что, а, нет, давайте-то не запретим. Мы внесли постановление, по которому многодетные семьи нашего региона не имеют право оплачивать садик с федерального материнского капитала. То есть мы даже, я могу, допустим, прийти написать в МФЦ заявление на распоряжение в плане садика, и Москва одобрит это распоряжение, как бы заявление и все, то есть их даже отправит на счет РАНО деньги. Но РАНО вернет их обратно, так как есть наше местное постановление, по которому многодетные не оплачиваются региона с кем-то капиталом. Спустим, когда шли изменения по проездным, когда сделали многодетным инвалидам и пенсионерам вместо бесплатного проездного 39 поездок, они, конечно, выпустили эту передачу. Они выпустили передачу про детские пособия, но они существенно убирают ту часть, которая им не очень удобна. Вырезают фактически. Фактически у нас получается ЕДК есть, и мамы жаловали, что если они не успели заплатить за два месяца, проплатить эту квартиру, то фактически у них эту льготу забирают. Они выплачивают ЕДК с месяца погашения задолженности. Если вот у вас был долг 100 рублей, да, и ДУК передал, ДУК в первую очередь, домоуправляющие компании влияют на эту выплату, от них зависит напрямую ту сумму, которую они передали. Не фактически полный счет, а именно та часть, которую вы заплатили. Зависит. И вот это вот они стараются как бы скрыть, убирают всячески. Пишут, что есть передачи, что есть, ну, как бы есть все. Все выплачивают, все в полном объеме, вы все льготы получаете. А фактически эти льготы копеечные. Вот просто копеечные. То, что у нас есть бесплатные кружки, секции и все остального, этого тоже нет. ФОК у нас абсолютно платный, несмотря на то, что он является государственным учреждением. Бесплатные услуги могут получить дети от 7 до 10 детей. Ой, до 10 лет. Там есть кружки, которые ему... Вот у меня сыну в прошлом году исполнилось 10 лет в этом. С этого учебного года мы перестали посещать и бассейн, и все остальное, потому что это стало платным. Средняя оплата за два занятия в бассейне и месяц ребенка старше 10 лет, 8 занятий, 1200. Соответственно, 2400. Чтобы сейчас отдать вот мне одного из детей в музыкальную школу, это я, грубо говоря, первый год подготовительный буду платить по 1200-1500. Зависеть будет от отделения. Чтобы его просто подготовили к поступлению в музыкальную школу. Фактически нету ничего. Танцы – это все платные. Конкурсы. Вот у меня дочка едет на конкурс, грубо говоря, с хором, с хоровым отделением, да, выступать. 20 тысяч. Поездка обходится в Сочи, там или куда-то в Краснодарский край не поедут. Если это международный конкурс, мы о таких уже даже не мечтаем, потому что это выезд порядка 60 тысяч. Их просто нет. На нашу жизнь нельзя смотреть односторонне. Мы существуем в обществе, каждый день окружены другими людьми, находимся в постоянном взаимодействии. И закрытая за собой дверь квартиры не позволяет скрыться от окружающего мира. Все наши действия несут за собой последствия. И забота только о себе не приносит нашему обществу ничего хорошего. Вот есть ваш ребенок, и вы, как любой заботливый родитель, хотите дать ему все самое лучшее. Обращаясь в детский сад или школу, мы все сталкиваемся с проблемой очередей, нехваткой места или вопросом статуса учреждения. И у кого-то есть возможность по блату или за деньги устроить своего ребенка, а кому-то достается то, что есть. Или не достается. Каждый выкручивается, как может, но в то же время, выкрутившись, мы лишаем благополучного места другого ребенка, чьи родители не в состоянии сделать это по блату или за деньги. Так что же ждет такого ребенка завтра? Какие у него будут перспективы? Стоит только оглянуться вокруг себя, и мы сами дадим ответ на этот вопрос. Часто в нашей жизни такие дети выбирают путь, на котором деньги можно получить быстрее и легче через мошенничество, кражи или криминал. Этот путь вынужденный, надиктованный обстоятельствами жизни. Правила здесь суровы и несправедливы, но в то же время просты. Голодный забирает усытого. Бомбы, гранаты и идут наши школы. В чем, как вы думаете, причина? Тут специальная аудитория в Керчи, да? Никогда бы не поверил, что живут у такого дня. Унижение на основе разного имущественного положения. Этого мальчика в Керчи постоянно унижали одноклассники. Я не знал этого. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделках под американских. Футболка точно такая же, не подделка. Он подделал, покупал на рынке где-то. У него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе. Вот результат. Но несмотря ни на что, надежда у этих детей есть. Матери сквозь пот и слезы находят себе силы не только для того, чтобы воспитывать малышей, но и для того, чтобы помогать другим семьям. Низовая самоорганизация, солидарность и взаимовыручка дают надежду одним и помощь другим. Своими силами, так как государство не хочет помогать, абсолютно не хочет, она не готова к этому. Если как бы за границей создаются какие-то фонды помощи, банки, вещи, еще что-то, то в Нижегородской области этого нет. То, что есть фонды, которые являются каким-то странным пародией. И если обычная статистическая мамочка придет в один из таких фондов, допустим, вот у нас есть Серафима, то о том, что ей окажут помощь в этом фонде, вещевую или еще какую-либо, это как бы не гарантированно. Потому что, во-первых, ей скажут, что они оказывают помощь по определенным каким-то спискам через соцзащиту, которые составляет соцзащита. Плюс еще надо быть нуждающейся, принести справки, собрать кучу бумажек, в том числе и акт обследования жилищно-бытовых условий и так далее. Там просто масса документов требуется на то, чтобы прийти и получить ту помощь, которую принесли люди, просто вот отдали, бэушные вещи фактически. Да, в результате мы сами друг к другу стали как бы сами отдавать ненужные вещи и передавать следующему семье. Для этого у нас как бы помещений в принципе нет как такового вообще. В соседнем подъезде у меня живет семья, где мама с папой вот так вот бухают, дети ходят, побираются по улице, все ободраны. Я часто свои вещи им отдаю после своих детей, чтобы дети не были колышом просто-напросто. Сложный вопрос. Должности как таковой, наверное, нету. Вот. Хотя по документам председателем числюсь, но на самом деле получается, что просто наставник, помощник в чем-то, где-то в попытках решить чьи-то проблемы других семей, оказать какую-то помощь. А вот какого рода помощь? может оказать ваше. Как вообще у вас работает? У нас организация работает по такому принципу, что организован небольшой сбор вещей, когда люди готовы избавиться от ненужного. Эти вещи передаются дальше в многодетную семью по мере нуждаемости. Это идут и коляски, и велосипеды, бывают и холодильники. Также занимаемся тем, что передаем продукты, питание, в связи с тем, что в большинстве семей просто нет денег на них. Ну, а, в принципе, о других выходах, ну, я не знаю. Ну, и действительно, наверное, вызываем за счет того, что да, от ассоциации, то есть мы с Ольгой совместно часто очень ходим, подаем письма к предпринимателям, а просто выделение какой-то помощи, то есть часто нам выделяют продуктовую помощь на семьи. Действительно, это огромная помощь. И когда действительно в тяжелой ситуации, то есть у нас есть определенный городской форум многодетных семей, где мы там выкладываем клич о помощи, что если действительно критическая ситуация, ты находишься просто в критическом состоянии семьи, то есть не можешь найти выход, то уже собираемся таким же многодетными семьями, скидываемся кто сколько может, кто чем может и помогаем друг другу. То есть все своими силами? Да. При помощи того объединения мамочек, которое у нас существует, мы можем как-то льготно пойти посетить театр, кино, еще что-то. В других, во всех остальных случаях, как бы еще ассоциация может чем помочь фактически. От лица руководителя можно прийти, допустим, в министерс социальной политики, если кому-то из семьи требуется материальная помощь, как-то повлиять на эту ситуацию, помочь, оформить. Ну, потом также можно каким-то образом повлиять на то, чтобы пристроить того или иного ребенка на прохождение практики, когда требуется данная услуга. Также можно обратиться от лица организации, собрать количество подписей к депутатам за помощью. Идет, как бы, бывает, оказывают помощь фонды некоторые, идут навстречу. В России проживает более полумиллиона многодетных семей за чертой бедности. С рождением каждого нового ребенка финансовая нагрузка на семью сильно увеличивается, а доход остается прежним. И проблема в самой системе, которая это допускает. В системе, работающей не на интересы народа. В системе, в которой человек является товаром. В системе, где в первую очередь преследуются интересы капиталодержателей. В системе, в которой жизнь и судьба ребенка менее ценны, чем автомобиль чиновника. В системе, в которой предприятия работают на прибыль отдельных лиц, а не на благо общества. И эта система не дает шанса повысить уровень жизни многодетных семей. Родители вынуждены искать вторую, третью работу. И даже дети вместо отдыха на летних каникулах устраиваются курьером или продавцом-консультантом. Но уровень оплаты труда постоянно падает. И сколько бы люди ни старались, угнаться за инфляцией в системе капитализма невозможно. Система, ставящая во главу угла прибыль капиталиста, не оставляет шанса простому вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство их не просило вас сражать. Выступление гражданки Глазких. Да, конечно. О том, что государство не просило вас сражать. Что вы думаете об этом инфляции? Ну, тут помимо гражданки Глазких не важно, не стать важно, тут еще вот на днях появилась одна такая же гражданка, которая высказалась по поводу, что в принципе государство вам ничем не обязано. И, знаете, честно говоря, вот думаешь, смотришь на них и думаешь, ну, а сами они не матеря, вот, честно, как-то не верится, что у них есть свои дети и что вообще они как бы любят детей и видят детей и понимают сколько тратится на этих детей и то, что, извините, опять же, эти же дети вырастая работают на это же государство, а платят налоги этому же государству и все остальное. Мальчики служат этому государству. как-то хорошо, давайте мы будем рассчитывать только на себя, не будем рассчитывать на государство, но только в том случае, если нам дадут возможность работать, ведь, допустим, ну, давайте возьмем ту ситуацию, что вот я, когда росла в свое время, садик на тот момент предоставлялся в полгода. Полгода женщина могла отправить ребенка в садик и выходить на работу и обеспечивать его самостоятельно. Если бы у нас на данный момент были такие условия, то у меня бы и проблем не было, чтобы обращаться к государству за помощью. Я бы и сама их обеспечила. Голубь бы не пришло такое. Да нет, а зачем? Смысл возиться вот с этими бумажками, с этой кипой бумаг каждые полгода, сколько нервов, сколько беготни, и денег ты прокатываешь на проезд, учитывая, что у нас проезд вот в городе 30 рублей, то есть в один, принять, допустим, чтобы уехать, да, а мне, допустим, с этими справками, мне надо как минимум все мест съездить туда и обратно. То есть с этими смешательными выплатами, честно говоря, если бы у меня была возможность работать и зарабатывать, то я бы никогда бы не пошла их оформлять. горячий привет гражданки лоских. Да, им очень огромный привет, и как бы наши девочки как всегда не скажут, откуда в нашей стране появляется такая мразь, кто ее воспитывает. Государство ее не просило рожать, рождаться, да, и есть большие сомнения в наличии у нее у самой детей. Ну, большое желание, чтобы у нее появились они наконец, и желательно сразу пять одновременно, чтобы она на своей шкуре, так сказать, прочувствовала походы в магазин, попытку их одновременно запихнуть в среднестатистический легковой автомобиль, в котором, только, говорят, четыре места, и сказать еще так, чтобы она попыталась при этом пройти с ними в поликлинике, посетила, так сказать, при этом сходила, оформила какие-то пособия, устроила их в школу, в садик при попытках. Прямо с удовольствием бы за этим понаблюдала. Особенно еще, когда тебе на каждом перекрестке сообщают, что вам государство от пяти детей обещает машину, вот, что у вас огромные пособия, вот, очень хотелось бы посмотреть на нее в этой ситуации, как она будет это решать. Что бы вы хотели пожелать себе и другим многодетным семьям, мамам? Ну, я хотела бы, во-первых, пожелать, чтобы дети все были здоровые. Сейчас очень много болезней всяких, очень дорого лекарства стоят. Вот, ну, может, государство одумается, хотя бы как-нибудь будет помогать многодетным в Нижнем Новгороде побольше. Вот, а то так тяжело, конечно, жить. Зачем столько рожать? Очень хороший вопрос на эту тему. А если в нашей стране, возьмем простую математику, среднестатистическая семья состоит из мамы и папы, рождается один ребенок, так? Количество убыли населения составляет постоянное, каждый раз, да, уменьшается. Если мы будем оставлять по одному ребенку, то к концу периода мы вымрем вместе с мамонтами, скажите, что для вас дети? Счастье, любовь. Честно, они отражение самой себя. Они, в принципе, способны воплотить все мечты, они учатся. Вот у меня дочка занимается музыкой, то, чего я не смогла. Танцы. Несмотря на семью с годом, вы считаете себя счастливым человеком? Мы счастливая семья. по причине у меня старшие дети получили достаточно хорошее образование. Старшая дочка у меня закончила музыкальную школу в прошлом. Сейчас продолжает заниматься вокалом. Она закончила танцевальную студию 10 лет. Сын не закончил, правда, бросил музыкальную школу. Второй сын у меня сейчас учится на хоровом отделении в четвертом классе музыкальной школы. единственное, что нам пришлось расстаться с танцами платным бассейном, потому что финансово мы это не тянем. в силу того, что да, действительно у нас для нас, для многоодетных наверное это очень важно в силу того, что как мамы мы понимаем как бы нам самим плохо не было. Для детей очень важен наш эмоциональный позитив, который они от нас получают. И детям мы не имеем права показать, что у нас все плохо и так далее. Мы при них улыбаемся, смеемся, шутим, потому что от этого позитива зависит их настроение, их настрой и их эмоциональные флоны, их состояние. Конечно бывают ситуации, когда действительно опускаешь руки и тебе кажется, что все, весь мир рухнул. Но это такие ситуации мы стараемся переносить в ночное время, когда все дети спят. Ты за это время посидишь, проревешься, придешь в себя и с утра с новыми силами ты дальше идешь в бой. Потому что если мы не будем бороться за своих детей, то в принципе кому еще они нужны. с новыми силами и с новыми силами Макароны 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ